Ребята, всем привет! Вещи Олег на связи. Ваш футбол пророк и лучший друг в мире ставок. Подготовлю вас ставочки на матче вторника. Сборная России играет ряд других терресных поединков. Так что от вас требуется максимальная поддержка. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вам несложно поставить лайк за мой труд. Мне будет приятно, у меня никакого платного контента нет. Все для вас. Максимально стараюсь грамотно анализировать. И весь контент бесплатный. Кстати, в Телеграме в том числе. В Телеге у меня еще больше ставок, чем в Ютубе. Там и подведение итогов. И чат наш замечательный, где более полторы тысячи участников. И в Телегу я буду укладывать экспресс к цитам 100. Ну, либо чуть меньше будет коэффициент общий, либо чуть больше. В общем, залетайте в мой Телеграм-канал по ссылке в описании. Либо же в поиске Телеграма введите название моего Ютуб-канала, чтобы найти Телеграм-канал. Начнем со следующих матчей. Австрия играет Польша-Орландия. Австрия была разгромлена Израилем 5-2. Безалаберная игра в обороне. Вообще без центрополя играли. Целых 5 голов пропустить. Да, у Израиля неплохое нападение, но тем не менее. До этого 0-2 переграли слабую Молдову. 0-4 также в марте уступили Дане. 3-1 переграли Фарер. Но даже от них австрийцы пропустили. И как раз в Шотландии на выезде сыграли 2-2. Безусловно, Австрия сильнее Шотландии. Они являются аваритой, тем более играют дома. Но с такой ужасной обороне, мне кажется, что шотландцы смогут забить на выезде. В Шотландии 1-0 переграла Молдову. 1-1, кстати, они сыграли на выезде с Израилем. На Евро выступили не очень удачно. Но тем не менее, я думаю, что в этом матче они забьют. Очень валуиный став, как по мне. Обе забьют. Коцент 2-11. 2900 рублей оставлю. Черногория играет против Латвии. Безусловно, Черногория это довольно слабая команда. И то, что они уступили 4-0 голландцам, это было ожидаемо. Правда, до этого они удивили и сыграли туда на выезде с турками. Но турки такая раздолбайская команда. Турки, в общем-то, до этого и с Латвией ничего сыграли 3-3. В любом случае, если Черногория это слабая сборная, то Латвия это, можно сказать, карлик. Ну, конечно, не Гибралтар. Все-таки Гибралтар и Латыши обыграли 3-1. Но на уровне всяких там Мальты и так далее. Поэтому Черногория, даже без Йовтичи, я уверен, что этот матч является большим очевидным фаворитом. И должны одержать победу. Тот же Гибралтар они 4-1 переграли. И с Латвией они уже на выезде в марте играли. 1-2 победили. Уверен, победят и дома. Моя ставка в хор минус 1. Коэффициент 1-63. 3 тысячи рублей оставлю. Ирландия играет против Сербии. Зарвасеки из Ирландии, которые в официальных матчах уже 100 лет никого победить не могут. У них вообще лишь одна победа за последние 16 матчей на Дондоры. То это была товарищеская встреча. Ирландия безобразна. 1-1 они сыгрались с Азербайджаном дома в прошедшем туре. Абсолютно никаких идей в атаке. Как обычно у них нет. Обычная подача, заброс. Они, собственно, именно после подачи сланга и забили свой гол. До этого проиграли Португалию. 2-1 тоже единственный гол со стандарта. После углового забили. Никаких идей у Ирландии в атаке нет. Сербия сборная совершенно на другом уровне. С высоким уровнем исполнителей. Команда, которая умеет играть и позиционно, и на контратаках. И поэтому Сербия даже в выездном матче для меня очевидный фаворит этого поединка. Тем более, что в отличие от Ирландии, Сербия проводила не 2 официальных матчей, а 1 товарищеский, где ратировался став. И 1 официально. 0-4 они катера выиграли. И вот 4-1 и Люксембург. Кстати, Ирландия Люксембурга уступила дому 0-1, а Сербия вообще не заметила Люксембург. И до этого Сербия 1-2 из Аербайджана на выезде переиграли. Дома до 2 сыграли с Португалией. Поэтому, как по мне, да, Сербия будет фаворитом в выездном поединке. Дома они Ирландию 3-2 победили. Здесь я не жду так много голов. Моя ставка фора 2-0, коэффициент 1-67, 3200 рублей. Дания играет против Израиля. Дания очевидный фаворит любого матча в своей группе. И Фарер они обыграли 0-1, причем ротировали практически максимально состав. Поэтому основные футболисты, которые, я уверен, выйдут на матч против Израиля, будут максимально свежими. До этого еще в марте датчане переиграли 0-4 Австрию. Шотландию 2-0 переиграли. 8-0 Молдову. И тоже Израиль на выезде победили 0-2. У Израиля хорошее нападение. Там Дабур, Захови, конечно же, Соломон там, да, и так далее. Но в обороне команда не лучшим образом смотрится. Переиграли Австрию, но 2 гола все-таки пропустили. И датчанам они дома забить не смогли. Может быть, Израиль сможет забить гостем в поединке, хотя Дания ни одного гола в своей группе не пропустила. Я здесь решил заиграть голы-фавориты. Поскольку своих 2 гола, я уверен, Дания точно забьет. Они 2 гола и на выезде Израилю забили. Индивидуальный тутал Дании больше 2-х. Коэффициент 1-82, 3000 рублей я ставлю. Хорватия играет против Словении. На мой взгляд, Хорватия здесь должна являться действительно очевидным фаворитом. Потому что хорваты банально сильнее по составу, по качеству. Даже без мудрища должны славянцев обыгрывать. Хорваты, кстати, переиграли Словакию на выезде 0-1. Может быть, не сказать, что прям максимально наиграли на победу. Гол забили уже там на 85-й минуте. Словакии не хуже смотрелись. Но Словении, как по мне, сейчас слабее, чем Словакия. Они вот очень в поединке играли друг против друга тоже пару дней назад. Сыграли 1-1. Причем словенцы дома играли. И я считаю, что там в Словакии даже поинтереснее были. Да, Словения выиграла Хорватию дома 1-0. Но, опять же, гостевые домашние матчи – это разные истории. Например, сборная Словении на выезде уступила 1-0 Кипру даже. И 2-1 сборная России. Что касается сборной Хорватии, то они дома 3-0 прииграли Мальту. 1-0 Кипр. Поэтому, мне кажется, что этот матч, естественно, вряд ли получится результативным. Потому что Словения – это невероятно низовая команда. Хорваты, в принципе, тоже особо не влечут результативностью в этой группе. Но все-таки должны Хорваты победу одержать. У Словении, кстати, главная звезда Ильич еще под вопросом. Потому что он почему-то во втором туре не играл. Может быть, и сейчас не сыграет. Так что 2 900 рублей я разделил на две ставки. 1,5 тысячи рублей ставлю на П1. Плюс тотал меньше 4-5 за квинсетанье 1-2. 2400 рублей на П1 плюс тотал меньше 3-5 за квинсетанье 2-20. И последний матч в этой видео сборной России играет против Мальты. Наши переграли Кипр на выезде 0-2. Неплохой первый тайм проведя. Смолов очень здорово смотрелся. Классно играл без мяча. Запутывал своим перемещением киприотов. Две голевые передачи оформил. Но второй тайм сборной России – это, конечно, безобразие. Особенно последние 30 минут нас возили рылом в газон. И какое-то чудо спасло от того, что мы не пропустили в том поединке. И Карпин тоже подчеркивал после игры то, что физически действительно нас не хватило. И мы плохо готовы. Ну, я не уверен, что в этом смысле что-то поменяется. А ведь Карпин и освежил игру. Матч против Кипра играли многие те футболисты, которые не играли против хорватов. А с хорватами, наверное, мы сыграли 0-0, где тоже особо моментов не создавали. В общем, я не жду прям очень простого матча для нашей сборной. Мальта – это, может быть, и карлик, но который борется и который уже себя здорово проявил в этом отборе. Даже вот в последних двух матчах они 3-0 разгромили Кипр, пускай играя там в большинстве. 1-0 уступили Словении, но Словенец единственный гол с пенальти забили. Там, по-моему, гол мальтистов еще отменили. Мальта совсем неплохо играла на выезде против Словении. Также на выезде в этом отборе в марте они сыграли 2-2 со Словакии, тоже сенсацию совершив. И сборная России дома 1-3 Мальта уступила. Но тоже там не все так просто было. Мальта отрезками играла неплохо. И нас спасли быстрые голы. И вот этот третий нужный гол, который немного сбавил напряжение. Единственное крупное поражение Мальта потерпела от сборной Хорватии на выезде 3-0. Но и там не все так просто было. До 60-й минуты счет был 0-0. Поэтому мне кажется, что Россия, конечно, фавориты должна выигрывать Мальту. В этом нет сомнений. Но букмекеры слишком сильно переоценивают нашу команду. Поэтому я возьму фору плюс 2,5 на сборную Мальту. Кои цены 1,92. 2800 рублей. В этом видео у меня есть две ставки дня. Во-первых, я считаю, что букмекеры слишком сильно завысили. Обе завьют матч Австрии и Шотландии за коэффициент 2,11. Это первая ставка дня. Я действительно считаю, что очень валуя ставка. Ее нужно брать. И вторая ставка. Это, безусловно, фора 2,0 на Сербию. Матч против Дровосеков в Израиландии. Которые уже 100 лет в официальных матчах не побеждали. И гораздо слабее Сербии. Коэффициент 1,67 на это событие. В комментариях обязательно прилагите свои ставки дня. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ваша поддержка обязательно нужна. Ну и дополнительные ставки. В том числе и огромный экспресс с коэффициентом 100. Будет у меня в Телерам канале абсолютно бесплатно. Ссылку на телегу можете найти в описании. Успехов вам. И увидимся в следующих видео.